Против вас играет пенсионерка Нина Смирнова, посёлок Загородный, Саратовской области. Внимание! Подарок Нины Смирновой. Вот таких кукол Нина Смирнова шила в детстве. Внимание! Вопрос! Как использовались эти куклы и кем? Кесет, кесет, кесет! Она посылала на фронт, точно! По возрумной фотографии. Я на мешочке, что-то на чём? На чём? Слушай, а солдат ему посылали? Кошелёк тогда, если в мешочке. Её детство? А солдаты на фронт посылали? Это понятно, да? С этим поняли, давай. Ещё версии. Ещё раз смотреть. Пудра. Хорошо, а они все какие? Женские или мужские куклы? Не понятно. Не, одеваю. Главное, чтобы не хранится. Слушай, а дай мишку. Подожди, они вылезают сюда? Потому что плохо, смотришь, они в мешок надеваются вот так. Варежки. То есть там было, да? Отвечайте. Солдатом. С чего в детстве? Солдатом. Солдатом. Отвечайте. Солдатом. 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 Мы считаем, что судя по возрасту и другим намёкам, можно этих кукол сюда? Другим намёкам, которые прозвучали в вопросе. То есть шились они во времена Великой Отечественной войны. И тогда деньги не имели ценности. Косметика тоже не имела ценности. Единственная ценность была табак, который, видимо, использовали солдаты на фронте. Это были кесеты, обычные для табака. А почему два отделения? Кем использовались? Ну, то есть пенсионерка спрашивалась для чего они, то есть она их шила и для чего их использовала. То есть она использовала их как кесеты для табака. Как и кем использовались эти куклы? Куклы использовались как кесеты для табака. С кем? Солдатами, наверное. То есть, теми мужчинами, которые, так сказать, тогда практически все воевали. Внимание, правильный ответ. Во время Великой Отечественной войны Нина Смирнова и ее подруги шили таких кукол и отправляли на фронт. Эти куклы служили кесетами для наших солдат. Шесть, но!